Сочинские баскетболисты вернулись с первенства Кубани. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер два соревновались с сильнейшими командами региона. В финале краевого турнира по баскетболу принимали участие сочинские спортсмены 2005 года рождения. Это самые взрослые воспитанники отделения баскетбола спортшколы номер два. Ребята ездили в Славянск-на-Кубани. На соревнования попали шесть сильнейших команд. Отбор сочинцы прошли еще весной. Соревнования проводились по круговой системе. То есть мы играли со всеми шестью командами по кругу. В первый день мы выиграли команду Димашевска, в принципе, без труда. Потом нас ждали две сильные команды, Новороссийская и Белореченская, тоже претенденты на первые места. К большому сожалению, наши ребята упустили победу на последних секундах, проиграв одно и два очка, соответственно, этим командам. Ребята очень расстроились, очень много сил отдали. Но я горжусь, что они бились до последних секунд, не расстраивались, то есть старались выиграть до конца. Дальше мы выиграли также команду Краснодара. И в последний день у нас была решающая игра за третье место перед Сокраем с командой Тимрюка. Игра была равна очко в очко, то есть вплоть до последних секунд. И также ребятам немножко не удалось на последних секундах, как бы, игру проиграли. Может быть, сказалось то, что это был последний день игровой. Ребята подустали эмоционально и физически, то есть отдали все силы в предыдущих играх. Конечно, мы рассчитывали на призовые места. Да, вот, ребята горели желанием завоевать. И первое, и второе, и даже третье место. Но, к сожалению, это спорт, поэтому где-то нам не повезло на этих соревнованиях. На уровне края это главные соревнования в крае. То есть проводятся и турниры какие-то, и неофициальные, и товарищеские игры. Но перед Сокраем это самый главный старт в сезоне, к которому мы очень серьезно готовимся. Вот, и все лето, не покладая рук, ездим на сборы, проводим товарищеские игры. То есть это основные соревнования. Перед каждой игрой, как бы, мы разбираем команду, с кем будем играть. Вот, индивидуально каждый игрок получает указания. Ну, девиза нет, мы обычно все громко причим перед игрой. Команда Сочи, и это нас поддерживает, помогает. То есть мы бьемся за наш город Сочи. Ребята горят желанием исправиться и занять призовое место на передце края оба скипола. По итогам этих соревнований тренера сборной края оценивали подготовку и уровень ребят. И нам поступило предложение по одному мальчику, по одному воспитаннику попасть в сборную края. Мы, конечно, ответили согласием. Сейчас немножко его индивидуально еще потренируем, подготовим. И потом, возможно, будет представлять наш город сборной края. В связи с тем, что в Краснодаре есть команда «Локомотив Кубань», они сейчас строят интернат, академия будет развиваться. Поэтому с каждым годом, я думаю, баскетбол будет в крае все выходить на новый, на сильный уровень. И сражаться уже не только краевом, а на первенстве России. Ребята заинтересованы, есть куда расти. Они хотят уже в каждом возрасте попасть в эту команду. Поэтому это большой стимул для них, что в нашем крае есть такая команда. Конечно, хотелось бы, чтобы в городе Сочи был какой-нибудь профессиональный клуб. Если бы он был, то и ребятам было бы проще и на кого посмотреть, и где поучаствовать, и с кого брать пример. Кто обыгрывает, пожалуйста, смелее, не отделывайтесь броском, идите до конца в проход. Вот вам сейчас надо научиться этому, потому что вы боитесь. Соревнования очень серьезные. У нас краевые соревнования всегда серьезные. Готовимся, работаем, стараемся. В этот раз, конечно, не получилось у нас призовых мест занять. Но две игры в борьбе. Одно очко проиграли, другую два очка проиграли. Ребята, мы довольны игрой, ребят. Не результатом, но игрой. Это самое главное. Урок хороший, будем двигаться дальше. На тренировках работают ребята очень серьезно. До этого был турнир, они заняли третье место, краевой турнир в памяти Турченко. Участвуем с детьми во взрослых соревнованиях, мужских. Вот теперь это город проходит, и наша споршкола, старшие ребята участвуют в городских взрослых соревнованиях. Нацелены на очень серьезные результаты. И в крае, и индивидуально работаем над, если есть талантливые ребята, очень серьезно с ними работаем на высокий результат. На первенстве Краснодарского края по баскетболу сочинская команда заняла четвертое место. Но проигравшими ребята себя не ощущают. Это круто участвовать, так как до этого был отбор. То есть на эти соревнования был еще отбор от всего Краснодарского края. И мы его прошли, заняв на отборе второе место. Соревнования были довольно-таки серьезные, так как это был финал края. Вышли лучшие команды. Мы недовольны результатом, в том числе и я, потому что мы заняли четвертое место. Два раза проиграли очень обидно. С разрывом в два очка и в одно. А так, в принципе, я доволен нашей игрой. Трудность, самое главное, это физика и моральный настрой. Потому что матч играть очень сложно, особенно если ты основной состав. Ты должен постоянно выкладываться на полную и никогда не уставать. А моральный настрой, так как если ты проигрываешь, тебе нужно отыгрываться и идти дальше. И это довольно-таки было сложно. Физически команды были очень сильно развиты. Некоторые были даже лучше нас. Но, в принципе, по технике мы никому не уступали. Как минимум мы хотим достичь первого места в Краснодарском крае. А дальше уже идти на Россию, если получится. Так как это было первое место Краснодарского края, мы готовились очень серьезно. Серьезные соревнования, выиграть очень сложно. Поэтому нужно было усердно готовиться к этим соревнованиям. Мы готовились очень упорно, тренировались, очень много старались. У всех было желание, в принципе, выиграть. Но опыта, возможно, не хватило, чего-то не хватило. Уступили Белореченску одну очко, боролись как могли. В общем, морально я могу сказать, что мы их выиграли. Все команды сильны, но один Краснодар вышел не очень. Потому что есть команда основная, конечно, локомотив, которая сильная. Но есть обычный Краснодар, не очень сильно. Они уступают всем пока что. Но в основном, да, все команды сильные и все развиваются в баскетболе. Когда наша команда в полном сборе, в полном составе, мы в основном выиграем, призовые места занимаем спокойно. Иногда даже бывает первое, когда где-то усерднее тренируемся, где-то больше получается. Не всегда у всех команд сразу идет бросок и так далее. Поэтому наша команда занимает почетные места. Как и любая команда, все хотят выиграть, но опыт нужен, конечно. Первые соревнования, они не были успешны, это естественно. Мы получали много опыта, набирались. В общем, очень много играли и пришли к победам. Но я думаю, мы еще будем расти и расти и расти. В баскетболе нет ограничений каких-то. Конечно, есть желание, я всю жизнь мечтал попасть куда-то в серьезные команды, дальше развиваться. Потому что для меня спорт – это не труд, это мне в кайф. Я пожелаю моим сердцикам вовремя проснуться и подумать о спорте, так как спорт приводит к достижениям, и люди чего-то добиваются. У всех получается. Я думаю, при желании и упорных тренировках все получится. Стефан Карри – мой любимый игрок. Я думаю, как и многих, также Джеймс Харден – это мои два кумира, потому что они для меня лучшие. Для меня лучше нету, например. А вот наши земляки есть какие-нибудь известные? Наши земляки – Алексей Швет, Андрей Кириленко, тоже. Много наших земляков, которые даже в NBA играли, за YouTube Jazz. Поэтому я горжусь нашими краснодарцами. Тимофей Мозбок играл за Майами и за много команд играл. Даже с Леброном, с Великим, он тоже играл. Я горжусь. Есть на кого равняться, в принципе. Я буду смотреть, вроде наш земляк с Краснодара от чего добился. Вот у него было желание, и он усердно тренировался. Лесной проходит отбор, а осенью мы ездим на уже финал первым. Круто, множество команд, болельщики. Вот эта вот вся атмосфера. Ты играешь, когда выходишь. Когда кто-то за других болеет, кто-то за тебя. Ты стараешься, играешь ради своей команды, ради своего города. Мы играли в восьмером, вместо, допустим, 11-12 человек. Ну и с трудностями, когда мы играли с другими командами. Нам не повезло, можно сказать, на этих соревнованиях. В Крае баскетбол развит хорошо. Практически все команды, которые были, они все были сильные на уровне. В сборную Край, конечно, есть желание у всех. Стремимся для начала, прежде всего, выиграть Край, что нам необходимо. Потому что выиграв Край, ты уже становишься более, ну, как сказать, развиваешься. И потом можно уже ездить, соревноваться с командами по всей России. Вся команда готовится очень десертно к краевым соревнованиям. Где-то примерно за месяц начинаются упорные и очень тяжелые тренировки. Очень изнуряющие. Мы подготавливаемся, собираемся как физически, так и морально. И готовы ехать и занимать призовые места. У нас достаточно сильные команды. Мы готовимся, потому что хотим победить, потому что есть с кем играть. Каждый год выезжаем на краевые соревнования, при этом каждый раз занимаем призовые места. Соответственно, это дается не просто так. Команда тренируется. И с каждой тренировкой я могу смело сказать, что мы становимся лучше и лучше. Не хватило физической силы. Может быть, что-то не получилось, какие-то погрешности были. Но это исправляется. Соответственно, в следующий раз мы покажем более лучший результат. Я считаю, что в Краснодаре довольно сильные соперники. В частности, наш основной соперник – это Локомотив. Постоянное соперничество происходит именно с ним. Также Туапсе – очень сильные команды. Но я считаю, мы держимся с ними на уровне. И мы их скоро перерастем. Мы еще покажем, кто король в крае. Следом на очередной краевой турнир отправились более юные сочинские баскетболисты. Ребята обещают отыграться за своих старших товарищей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова